Так, какую песню вы будете петь? Для вдохновения хочу сказать, что я никуда не ухожу. Я буду постоянно идти на любую сцену. Утром 6 апреля не стало политикой бессменного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Последние недели врачи боролись за его жизнь, но спасти не удалось. Что он оставил после себя и между кем разделят его наследство? Будем разбираться. Сколько зарабатывал политик в последние годы, неизвестно. Но за 2020 год он задекларировал доход в размере 39 миллионов и 39 тысяч рублей. Это, кстати, была наибольшая цифра среди руководителей фракции Госдумы. А в его собственности официально находилась квартира площадью 38,8 квадратных метров и в безвозмездном пользовании квартира площадью 436 квадратов. Хотя фактически это трехэтажный дом ориентировочной стоимостью в 17 миллионов долларов. Это и будет, скорее всего, поделено между наследниками. Впрочем, они и сейчас не обделены. Со своей женой Галиной Владимир Вольфович развелся еще в 1978 году. Но вскоре они снова сошлись, не заключая официальный брак. Это, в частности, позволило не упоминать женщину в декларациях. Но сейчас лежает ее право на наследство в случае, если политик не оставил завещание. Однако на нее и так, по информации журналистов-расследователей, оформлена значительная часть имущества. Так, в последней декларации, где упоминалась Галина, на нее были записаны 10 земельных участков, 8 дач и 3 дома в Московской области, 3 квартиры в Москве, а также несколько пакетов акций в разных предприятиях. Если завещания нет, то все наследство будет делиться между детьми Жириновского. И при этом не имеет значения, рождены они в браке или нет. Детей у политика насчитывается трое. Старший и общий с Галиной сын Игорь Лебедев родился в 1978 году и до недавнего времени занимал депутатское кресло в Госдуме РФ. Он тоже не обделен активами. Квартиры на Нежинской улице в Москве, недвижимость в испанских Барселоне, Альтея и Наибице, записанные на различные юридические лица. Большим пакетом недвижимости, кстати, владеют и его жены, бывшая и нынешняя. На последнюю, неупоминаемую в декларациях, но все равно известную СМИ-баскетболистку Надежду Гришаеву оформлены квартиры, офисные помещения, отели и частные дома в Москве, Подмосковье, Сочи, Дубае, Барселоне и Наибице. Другой сын Жириновского – внебрачный. Олег Эйдельштейн родился в 1986 году от осетинки Жанны Газдаровой, с которой лидер ЛДПР познакомился на Кубе. Олег тоже занимается политикой и баллотировался в парламент Северной Осетии от ЛДПР. В подмосковном Дарьине ему принадлежат почти 30 соток с постройками, а в аренде находится еще 6. По подсчетам экспертов, стоимость этой резиденции составляет примерно 2 миллиона долларов. Наконец, еще одна претендентка на наследство отца – это внебрачная дочь Жириновского Анастасия Петрова, 83-го года рождения. О ее текущем материальном положении неизвестно, но ее вероятная мать Татьяна Тезикова владеет одной из 19 квартир в элитном поселке Нанежинской улицы, принадлежащих семье и окружению Владимира Вольфовича. Помимо накоплений и недвижимости, активом Жириновского была его партия. ЛДПР давно известна как бизнес-проект, где место в федеральном списке на выборах в Госдуму может стоить от 100 до 400 миллионов рублей. Получаемые гигантские деньги, как утверждается, распределялись между членами семьи Владимира Вольфовича и его бизнес-партнерами, а главный в этой схеме Игорь Лебедев. Останется ли этот золотой источник в его руках и сейчас, неизвестно, ведь внутри партии уже давно идет борьба за власть. Ну а пока временно исполняющим обязанности руководителя фракции ЛДПР в Госдуме назначен Леонид Слуцкий. А как вы думаете, что теперь будет с ЛДПР? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ЛДПР в Госдуме Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин